Это настоящий детский сад, только в квартире. У Пайдоновых шестеро детей, мама в декрете, папа работает воспитателем у своих же малышей. Семейная группа – один из способов получить дошкольное образование. Условий немного, достаточная площадь, этаж не выше второго и, конечно, желание быть со своей семьей круглосуточно. Ну, как здесь решились, вопрос-то не стоял, решились, просто количество детей позволяет. У нас заведующий, когда предложил детским садом, для нас это, наша ситуация, это вообще как бы замечательный выход. Папа оформлен как воспитатель, получает заклад воспитателя. Если у них нет сейчас работы, если не даете моменты, конечно, всегда плюс есть то, что со своими детьми сам общаешься. Обычно так времени уже не хватает, а здесь времени на волну. Питание, методические пособия, помощь педагогов – все это предоставляет детский сад, к которому прикреплена семейная группа. Кроме этого и бонус, зарплата за то, что сидишь со своими же детьми. Если позволяет площадь, то можно взять и чужих малышей. Есть и еще один выход – частный детский сад. Стоимость посещения выше, зато и подход индивидуальный. Группы начинаются с ясли, а если нужно, то и график работы подстроят под родителей. Я думаю, что бизнес, да, как бизнес – это выгодно. Но в первую очередь, кто открывает детский сад, я думаю, что он должен быть душой расположен к этому делу. Потому что без души с детьми работать нельзя. Сегодня заявили о себе больше 50 частных садов. 10 из них имеют лицензию на образовательную деятельность. В профильном комитете даже ведут реестр этих дошкольных учреждений. И могут рекомендовать их родителям. Выгоду от сотрудничества получают и предприниматели. Они получают дотации на зарплату, если нужно, и могут помочь с необходимой мебелью или дать профессиональный совет. Впечатление положительное у наших депутатов, у меня лично впечатление положительное. Необходимо этому дать развиваться и помогать. В планах депутатов посетить все негосударственные детские сады и семейные группы. Алевтина Дармаева, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.